Здравствуйте, дорогие друзья! Не всегда то, что считается правильным в языке, является таковым, потому что оно верно или логично. Очень часто так просто принято, так просто повелось, так просто принялось, и эту свою мысль я докажу сегодня на примере употребления польского выражения «вшистко едно». Вот как объяснить, почему «вшистко едно» иногда является точным переводом и равноправным русского «всё равно», а иногда таким образом русское «всё равно» перевести ни в коем случае нельзя. И каким образом в этом случае перевести русское «всё равно»? Вот этим вопросом я задаюсь. Правда, ещё один вопрос возникает, потому что дело кажется простым. На самом деле оно не такое простое, объяснить тяжело. И этот второй вопрос у меня возникает по поводу того, «А не запутаю ли я вас ещё больше после моего видео?» Но посмотрим, что получится. Давайте возьмём... Давайте начнём с примеров. Попробуем с помощью примеров уже понять хотя бы чуть-чуть, где можно переводить «всё равно», как «вшистко едно», а где нельзя. Хотя это будет трудно. И так, например, цветаевская строка «мне совершенно всё равно», где «совершенно одинокой быть». Вот это «совершенно всё равно» будет переводиться на польский, как «зупелне вшистко ми едно». Если переводить поэтически, там лучше поставить слово «обо ендне» или там ещё какое-то другое. Но здесь «вшистко едно» – совершенно равноправный, законный перевод русского «всё равно». Мы и так не умеем им пользоваться. Вот здесь опять «вшистко едно» является законным переводом русского «всё равно». Дальше. «Есть юшми вшистко едно». Ну и дальше подставьте то, что вам всё равно. «Есть юшми вшистко едно». «Мне уже всё равно». «Мне уже всё равно». Опять здесь «всё равно» переводится как «вшистко едно». Совершенно дословно. Дальше. «Цо хцеш? Пончка чи чеколаде? Вшистко едно». «Что ты хочешь? Пончик или шоколадку? Всё равно». «Цо хцеш? Пончка чи чеколаде? Вшистко едно». «Что ты хочешь? Пончик или шоколадку? Всё равно». Здесь тот же самый случай. Но дальше всё усложняется. «Неважно, что случится. Всё равно буду всегда с тобой». «Неважно, что случится. Всё равно буду всегда с тобой». «Неважно, что щем стане. И так назавше позустанным с тобой». Или «И так завше бэндэм с тобой». Здесь нельзя сказать «вшистко едно». «Неважно, что щем стане. Вшистко едно. Вшистко едно. Завше бэндэм с тобой». Оно здесь будет не на месте. Оно будет на месте. Это «вшистко едно». Усложняю. Предупреждаю. Усложняю ужасно сейчас. Если мы поставим его вперёд и после него поставим запятую. «Вшистко едно». Запятая. «Назавше позустанным стопом». Так можно. А если «вшистко едно». «Назавше позустанным стопом». То так нельзя. И нужно сказать «неважно, что щем стане». «И так завше бэндэм с тобой». Или «назавшем позустанным стопом». «Неважно, что щем стане». «И так завше бэндэм с тобой». Ещё один случай. «Можна мячь тысячонце знайомых». То и так не застомпи Еднэго правдзивэго пшиячэля. «Можна мячь тысячонце знайомых». То и так не застомпи Еднэго правдзивэго пшиячэля. Вот здесь вот «вшистко едно» на месте и так поставить теоретически можно, но оно будет звучать плохо и не на месте. Но что происходит, если мы «вшистко едно» ставим вперёд и после него ставим запятую? Оказывается, так можно. «Вшистко едно» То не застомпи Еднэго правдзивэго пшиячэля. «Вшистко едно» То не застомпи Еднэго правдзивэго пшиячэля. «И так разбираемся, почему так?» Смотрите. В русском языке выражение всё равно имеет два основных значения. Мы будем о двух говорить. Первое значение это, что что-то не имеет для нас разницы. Не имеет значения. Не имеет разницы. Всё равно. И в этом случае, в этом значении, всё равно является как бы странным. Это не звучало? Предложением. Это, в принципе, материал средней школы, но мы знаем, как мы все в школе учились. Например, предложение. Цветаева опять. «Мне совершенно всё равно, где совершенно одинокой быть». «Мне всё равно» это предложение. «Всё» это подлежащее, а «равно» это сказуемое. Поэтому после него мы ставим запятую. И в этом случае мы можем переводить «всё равно» на польский язык как «вшистко едно». Поэтому я вам и приводила вот эти примеры. «Вшистко едно», запятая, «назавше позустанным стопом». «Вшистко едно» это предложение, которое полностью будет звучать так. «Есть ми вшистко едно». «Вшистко ест едно». «Всё является единым». Это предложение. «Вшистко едно», запятая, «то не застомпи едного правдивего» «вшиячеля». «Всё равно» это не заменит одного настоящего друга. «Вшиячель» это именно друг сердечный, настоящий друг в польском языке. А вот есть второе значение. И здесь просто. Есть второе значение этого «всё равно» в русском языке. Это слово в некоторых местах является усилительной конструкцией. Оно служит не для того, чтобы изменить смысл предложения, не для того, чтобы добавить ему смысла, а для того, чтобы усилить тот смысл, который уже есть. «Неважно, что случится» из нашего примера, да? «Неважно, что случится», «всё равно буду всегда с тобой». Опускаем это «всё равно». «Неважно, что случится», «буду всегда с тобой». Оно на смысл никак не повлияло, но оно усилило эмоциональное значение этого предложения, этой фразы. И в этом случае «всё равно» является усилительной конструкцией, равнозначной, заменяемой на «и так». «Неважно, что случится». «И так буду всегда с тобой». Вот смотрите, вот так вот это можно ещё объяснить. «Не имеет значения, что случится». «Я буду всегда с тобой». «Не имеет значения» можно заменить на «всё равно». «Всё равно, что случится». «Я буду всегда с тобой». Но нужно это предложение усилить эмоционально. Давайте подставим и так усилительную конструкцию. «Всё равно, что случится». «Я и так буду всегда с тобой». И здесь происходит интересная вещь. «Всё равно» переносится на место и так, вытесняет его, а впереди уже ничего не остаётся. «Я и так...» «Я всё равно буду всегда с тобой». «Неважно, что случится». «Я всё равно буду всегда с тобой». Вот в этом случае, вот это всё равно, которое из предложения, потеряв все регалии предложения, вдруг опустилось до уровня усилительной конструкции, это странная вещь, которая произошла в языке. Это можно даже назвать ошибкой, потому что здесь логики нет. Но это не ошибка, потому что язык руководствуется другими правами, нелогическими. Здесь всё принимается, здесь всё уславливается. Язык – это условная вещь. Мы уславливаемся, что так будет правильно. Давайте так сделаем. Давайте. И вот в польском языке вот эту усилительную конструкцию, как «вшистку едно» перевести не надо, пока ещё не принято. Переводят, и я думаю, что это в конце концов примется, но пока ещё нет. Чем же это всё равно перевести? В русском языке синоним этого всё равно будет и так. И вот в польском то же самое. Это руссицефизм. В XIX веке он проник в польский язык, и так там и остался. Несмотря на все жалобы пуристов, он себя очень хорошо до сих пор чувствует, и прижился в польском языке, став его равноправным членом. А пуристы жалуются, не жалуются, они ничего не добьются, потому что польский язык в огромной части состоит из заимствований. Жаловаться нечего. Итак, смотрите, как это по-польски будет. Неважно, цо, чём стане, и так, назавши, позустаным, стобом. Второй вариант этого, и так, может быть, так и так. Неважно, цо, чём стане, так и так, назавши, позустаным, стобом. Или и третий вариант есть, и так, и так. Ну, например, из следующего случая. «Можна мечты щёнца, знаёмых, и так, и так, то ни за стомпи еднегу правдивэго пшиячеля». Можно мечты щёнца, знаёмых, то и так, и так, не за стомпи еднегу правдивэго пшиячеля. Пуристы могут немножко успокоиться, потому что есть инонимы этого так, и так, и так, так и так, как, ну, например, Или в дальшем чонгу, это официальное, вот это и так, и так, там где и так, и так, не заступить вот этим в дальшем чонгу, потому что это официальное или книжное выражение. Например, ежели пани пшенещаще до иннего мяса, в дальшем чонгу позустания пани нашим клиентам и так далее. На этом я позволю себе завершить сегодняшний урок, потому что уже, мне кажется, достаточно. Потренируемся на занятиях. Всего хорошего! С вами была Серегина Светлана.